Завершился сезон работы тюменских стройотрядов на Ямале. Все лето студенты трудились над строительством железной дороги Обска и Обованенково, на Заполярке занимались благоустройством ямальских городов. Традициям стройотрядов уже больше 50 лет. За это время на северных территориях поработало не одно поколение студентов. Тему продолжит Анна Долгушина. Настоящие герои трудового лета. Тюменские студенты возвращаются с Ямала домой. Работать на обустройстве северных месторождений они остались довольны. Ведь это не только возможность заработать, но и получить бесценный опыт, а может быть и определиться с местом будущего трудоустройства. На север научил многому. Почему? Как сказать? Жизнь он научил, скорее всего. Не пожалел, что там побывал, что познакомился с хорошими людьми, с мастерами, очень хорошие были мастера. Железная дорога Обска и Обованенково, Заполярка, благоустройство ямальских городов. Традициям стройотрядов в Тюменской области уже больше 50 лет. За это время на северных месторождениях проработало не одно поколение студентов. После окончания вузов многие из них вернулись на Ямал в качестве специалистов. Впрочем, Тюмень для округа давно стала настоящей кузницей кадров. Многие выпускники школ выбирают именно тюменский альмаматор. Сегодня только в медакадемии учатся около полутора тысяч северян. А сами тюменцы, закончив вузы, порой восполняют недостаток кадров на Ямале. Мы закончили тюменскую академию, решили остаться здесь на работу. Здесь предоставим служебное жилье, социальную поддержку. Исторически у Тюмени особая роль в освоении северных территорий. Здесь находятся научные институты, центры нефтяного и газового сервиса, все крупные вузы. Все эти кадры, они всегда готовились для Большой Тюменской области, потому что изначально система закладывалась как раз для всего большого субъекта. В том числе и многие объекты сельскохозяйственной переработки рассчитаны были тоже на всю Большую Тюменскую область. Так называемая Тюменская матрешка – территория особенная. Развивающийся арктический регион требует специалистов определенного профиля. Поэтому четыре года назад в областном центре озаботились проблемой подготовки высококвалифицированных инженеров. Один из первых шагов – создание в Тюмени политехнической школы. Она открыла свои двери 15 августа. Главная задача этой политехнической школы будет подготовка специалистов, инженеров и в первую очередь, естественно, для нефтегазовой отрасли, где заказчиками будут выступать компании, которые работают сегодня на Ямале, которые работают сегодня в Югре. 80 тысяч человек, именно столько студентов сегодня обучаются в высшей школе Тюмени. В перспективах трудоустройства из них мало кто сомневается. Такие крупнейшие проекты, как Северный широтный ход, Морской порт Сабетта, Ямал-СПГ, сегодня как никогда нуждаются в светлых головах и умелых руках. Анна Долгушина, служба новостей «Импульс». Продолжение следует...